Нужно помнить, что действие умножения подчинено нескольким законам. Эти законы всегда помогают более рационально, удобно и более легким способом найти произведение. Таким первым законом называют переместительный закон. Произведение множителей А и В равно произведению множителей В и А. Проверяем. 3 умножить на 5, 3 умножить на 5 равно 15. 5 умножить на 3, 5 умножить на 3 равно 15. 3 умножить на 5 равно 5 умножить на 3, потому что левая и правая часть этого равенства равны числу 15. Следующий закон умножения называется сочетательным. Смысл этого закона вот в чем. При умножении трех множителей мы можем их сочетать так, как нам удобно. Например, не умножать сначала А на число В, а потом произведение на число С, а умножить число А на произведение чисел В и С. Например, 4 умножить на 25 и умножить на 2. Я 4 сейчас умножу на произведение чисел 25 и 2. Внимание! 25 умножить на 2 – это произведение равно 50. 4 умножить на 50. 4 умножить на 5 – это 20, да еще один 0 – это число 200. Сочетательный закон не помог быстро сделать вычисление в этом задании. Следующим законом умножения называют закон распределительный. Распределительный – это значит, что-то распределяется на что-то. Распределительный закон умножения относительно суммы. Разбираемся. Сумма чисел А и В умножается на число С. Так вот, распределительный закон утверждает, что найти эту сумму можно другим способом, умножив первое слагаемое на число С и прибавить второе слагаемое, умноженное на число С. Чтобы сумму умножить на число, мы можем умножить каждое слагаемое на это число, даже покажу вот так стрелками, и найти сумму этих произведений. Но распределительный закон существует, или справедлив, в том числе и для разности. Чтобы умножить разность на число С, мы можем умножить уменьшаемое на это число, вычитаемое на это число С, и найти разность этих произведений. Чтобы разность умножить на число С, мы должны умножить на число С, каждое число в скобках, и найти разность этих произведений. Причем на первом месте произведения с уменьшаемым, на втором месте произведения с вычитаемым. Например, 80 прибавить 2, умножаем на 3. Как применить распределительный закон в этом случае? Мы должны 80 умножить на 3 и прибавить произведение числа 2 и числа 3. Или, например, 88 минус 12 умножить на 5. Применяем распределительный закон относительно вычитания. Для этого уменьшаемое умножаю на число 5. 88 умножаю на число 5. Вычитаемое 12 умножаю на число 5. И нахожу разность этих произведений.